МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Меня зовут Елена Жемчужникова. С вами передача «Звёздная кухня». У нас в гостях Михаил Голубев, исполнительный директор, глав Рыба НН. Михаил, мы сегодня с вами готовим фуршированного сома. Мы с вами его сегодня фуршируем луком, морковкой, шампиньонами, зелёным горошком. И запечём его в наши русской печи. Украсим его лимонами, маслинами и зеленью. Я его специально заранее подготовила. То есть мы убрали из него хребет. Нарежем лук, морковку и шампиньоны. Пожарим на оливковом масле и поставим в русскую печку. Достаточно 30 минут для приготовления этого чудесного сома. Михаил, давайте нарежем с вами овощи. Морковку и лук мы с вами режем мелким кубиком. А шампионы тоже так же. Потом обжарим на масле. Меленьким кубиком. Вам будет удобно резать. Михаил, а чем отличается мраморный сом от речного? Тем, что это вообще исторически африканская рыба. Своих прородичей имеется в Ниле, в африканском. И вообще эта порода идёт из скрещивания двух пород сома. Это африканский нильский и крупноголовый сом. Что это дало рыбе практически не подвержено никаким болезням. И при этом обладает совсем другим вкусом. Всеми плюсами сома, это то, что с отсутствием чешуи, внутренних костей, он сохранил все эти опции. Михаил, я вообще слышала, что сома очень умная рыба. Он может дышать атмосферным воздухом. Двое суток может прожить без воды вообще. То есть он дышит спокойно. Также он может передвигаться по суше. То есть в Африке в период засухи эта рыба может переползать из одного водоёма, если он высох в другой водоём. Рыба уже интуитивно знает, когда её кормят, где её кормят, с какой стороны стоит кормушка. А сейчас нам понадобится вок, чтобы обжарить наши овощи и перемешать с фаршем. Я впервые готовлю такое блюдо. И впервые вижу такую заготовку. Мне очень интересно. Что такое сом? Вот спроси как бы любого человека. То есть он скажет, что сом – это вонючая рыба. Из него только можно приготовить что? То есть два блюда. Это уха, либо на мангале. Всё остальное как бы у другого человека не будет даже в голове, что его можно просто зафаршировать обычными овощами, которые есть почти у всех дома. Всех, да, да. Ничего сложного здесь нет. Что вы любите, предпочитаете и приготовите сама? Начиная от сэндвичей. Куда может пойти и копчёная рыба, и холодного копчения рыба. На обед это уха, конечно. Это обязательно. Суп из фрикаделек, тоже очень достойный получается. Запечённый, жареный. Обязательно надо фаршировать в перчатках. Я считаю, что это даже удобно. Заниматься вот именно разделкой рыбы. И всё, что касается сырых продуктов, мяса, рыбы, я предпочитаю тоже всегда пользоваться перчатками. Это удобнее. Да, согласен с вами, потому что даже просто перемешать рыбу, чтобы не бегать, отвлекаться от процесса. Ты быстренько всё сделал, скинул перчатки, пошёл дальше шинковать, что-то делать, жарить. Это намного удобнее. Согласна с вами. Я убрала хребет, убрала всё мясо, прокрутила через мясорубочку. Мы добавляем наши овощи, которые мы обжарили. Прямо в фарш? Прямо в фарш, да. Отлично. Всё это сейчас... Всё с вами, да, перемешаем. Я его разрезала по своему обновлению. Получается, что вот, как бы мы вовнутрь убираем... У нас, получается, рубашка из сома. Да, то есть мы, получается, убираем фарш, просто добавили овощи и набиваем нашу сома, нашим фаршем. Фарш я прокрутила чисто с нашего сома. У нас ещё очень много осталось. То есть мы, помимо того, что зафаршируем на банкет или на праздничный стол, или просто даже побаловать себя фаршированным самым, то есть мы ещё с него же можем приготовить просто котлетки. Ну да, котлетки ещё тут можно заморозить это, потом ещё раз набить его. А потом можно там суп наш любимый с фаркадельками, который можно... Да, это вообще просто. Плюс приготовления в печи из того, что, как бы, во-первых, мы дадим ему аромат, аромат немножко дров, подкопчённый будет вкус. И он готовится намного быстрее, так как у нас что? Кожа тоненькая и фарш. То есть достаточно 250 градусов в нашей печи 20 минут, так как что, молодой, тонкий, сочный. Мы его приготовим за 20 минут. Вот пошло волшебство. Мы с вами, Михаил, ставим в русскую печку. Так, смотрите, помимо того, что русской печи, мы можем его приготовить также в духовке. Положим в фольгу, положим в духовку тоже так же, то есть 20 минут, то есть он приготовится, но будет более диетично. Он у нас с вами запёкся. Он прекрасен. Он просто, получается, дал колер. Какой аромат. И запах вот этой нашей... Так. То есть мы с вами его перекладываем на тарелочку. О. То есть чувствуется, да, его аромат. В карнетик добавил сливочное масло, так как у нас всё-таки мы его позонировали как банкетное и праздничное блюдо. Праздничный сом. Да, так, значит, сначала я предлагаю его нарезать, показать, какой у нас с вами на разрезе. Рыба считается диетический продукт, который легко усваивается, переваривается. Гостей придётся отгонять. Да, то есть мы его можем есть и холодный, и горячий, потому что он у нас, ну, как бы универсальный. Нарежем лимон. Он даст маленько и цвет, кислинку. Ну, кто любит добавлять в рыбу лимон. Мы сейчас... Рюшечки, рюшечки, нам нужны рюшечки. Нашей красотке дадим всё-таки королевский. Я думаю, что с такой подачи даже осётр нам позавидует. Я согласна полностью. То есть у нас получается, что просто, вкусно, доступно, самое главное, и празднично. Для меня, что важно, это несложно, приготовление. Все ингредиенты, они, в принципе, всегда есть в владельнике, наверное. Да, согласна. Ничего сложного, ничего дорогого. Полезно и вкусно. Михаил, а мы сегодня с вами готовим не только нашу фаршированную сома, мы сейчас с вами приготовим второе блюдо. Это филе сома в сметанном соусе, просто с толчёным картофелем, с которым я добавлю им с вами хрен, каперсы. Вот, и украсим, естественно, зеленью и томатом. Филе сома на масле пожарим, а потом приготовим просто сметанный соус с чесночком и зеленью. Ну, прям всё, как я люблю. Филе, то есть оно, получается, у нас без костей, без внутри, нет ничего. Мы с вами его нарежем на стейк. Заметьте, что филе очень равномерное по толщине, что удобно для приготовления стейков и тому подобное. как бы мы его маленько так надрежем. Соль, как мы любим, чуть-чуть. И всё, отправляем на сковородочку. Жарить не обязательно на индукционной плите, на бок сковородки, просто можно на обычной, дома, на любой. Всё, что есть. Рыбу не надо долго жарить, она у нас, в принципе, очень быстро готовится. Очень вкусно пахнет. И практически, ну, вот опять же говорю, замечу, что запах рыбного, как такового, есть вкусный рыбный запах рыбного блюда, да, но вот такого, чтобы прямо мы здесь начали вести носом, да. Да, да, да. Как я помню в своём детстве, когда заходили в какой-нибудь столовой, и там вот этот рыбный запах рыбных котлет, это было что-то. Да, да, и все... Деваться было некуда. Да, да, и все такие говорили, фу, рыба, мы не будем её есть. Да, да, да. Сом мы не будем... Наверное, как раз тогда и погибла культура потребления рыбы. Россия, она всё-таки страна, которая окружена морями практически со всех сторон, и потребление рыбы у нас очень мало идёт, как бы, в рацион. Чуть-чуть даём им постоять, да, чтобы... Маленько, да, отдохнуть, вот, как у нас в профессионале. Ну, это мясо, рыбка, немножко отдохнуть. Мы с вами приготовили просто толчёный картофель. Ага. Без молока. Просто сварили картошку, помяли. Добавляем туда хрен и чуть-чуть каперцы. Каперцы я немножко порежу, чтобы... Помельчить, да. Да, да, да. Хрена сколько мне добавлять? Я думаю, половина на наше количество достаточно. Половина ложки. Ну да, вот это здесь количество. Каперцы мы маленько раскрыли, порезали, чтобы нас дал этот цвет. Перемешивайте. Перемешивать ингредиенты – это великое удовольствие. Это точно. А есть их ещё будет больше. Да, да. Ну, это как раз предвкушение того, насколько это вкусно. Да ещё идёт постоянный перемес ароматов. Это вообще просто сказка. Готов. Картошка готова. Сон готов. Сейчас быстро сделаем сметанный соус. Я смотрю, несмотря на то, что мы рыбу жарили, она получилась не зажаренная, а прям запечённая, так я бы сказал. Да, согласна. Не потеряла ни цвет. Да, да, да. Осталась сочной, осталась нежной по внешнему виду. Ну, то есть сейчас мы её ещё с добрым соусом. Это чеснок. Сейчас мы сварим на всё. Его ещё и так вот, да? Да, на весь. Чуть-чуть. То есть тогда же запах сейчас бегут-то все. Да, 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 да. Запах чеснока – это да. Он вызывает аппетит 100%. Да, да, да. Чуть-чуть слива. Вон оно как даже. Вот. Ну, так как у нас всё-таки соус. Ну, да, мы же варим соус. Сегодня я научился вообще многому. Так, смотри, у нас сливки с вами закипели. Ага. Добавляем сметану. Да, ну, да. Сметану лучше, конечно же, пожирнее. Ага. Ну, чтобы просто у нас с вами соус не свернулся, ничего, а просто как бы для загустения добавим. Чуть-чуть петрушечки. И туда. Рыба готова, картошка готова. Всё. Сейчас. Ну, сейчас оформление. На дно тарелочки положим соус, прям по всей можно. Да, разлить его. То есть это у нас подушка будет. Да, 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 да. Может, аж побольше. Смотрите, раз. Таким образом мы с вами приготовим к нельке. Хайлуп. Так. Мне будет сложнее. Я же это только на детских праздниках такое видел. Ну, вот у нас этот тарелок здесь. Так. Раз. Два. Так. И третий раз. И всё. Положим с вами к нельке. Да. Соус. Рыбка. Красавца. Ох, 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 ох. Украсим томатами с сочностью и яркостью. Ох. Как она хрустит. Как она хрустит. Наш сон с толчёным картофелем, сметанным соусом готов. Можно приступать к употреблению. К употреблению, да. Просто великолепно, божественно и очень вкусно. Такого сома я точно не ел ни разу. Это вообще просто что-то новое для меня. Это была программа «Звёздная кухня». До новых встреч. Глав рыбы НН – экоферма по выращиванию африканского клариевого или мраморного сома. Мраморный сом – рыба родом из Африки. Благодаря оптимальному сочетанию белков 16,5%, жиров 4% и аминокислот омега-3 необходимых для здорового питания, его мясо относят к диетическим продуктам. На экоферме сомов выращивают в чистой фильтрованной воде, что исключает заражение паразитами. Питаются сомы натуральными кормами без применения ГМО и антибиотиков. Именно эти условия содержания и определяют одно из главных достоинств мраморного сома – отсутствие рыбного запаха, характерного для его речных сородичей. В главры БНН вы можете заказать свежевыловленного мраморного сома, живого или охлажденного. Также есть большой выбор продуктов собственного производства – мраморный сом холодного и горячего копчения, юкола, котлеты, пельмени и многое другое. Подробнее познакомиться с ассортиментом можно на сайте главрыбнн.рф. Адрес фермы – город Кстова, улица Чваново, 32А. Телефон – плюс семь девятьсот десять сто сорок четыре двадцать семь тридцать семь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова